Эй, всем хей, дорогие друзья, и с вами Данин Флай, и в общем-то сегодня я решу записать видос на довольно интересную тему, а именно почему же донат в игре Бокман Гоу совершенно бесполезен и вообще не нужен. И, ребят, перед началом этого видео я бы хотел попросить у вас прощения за то, что не снимал видео уже целых 20 дней. Но, ребят, у меня там школа, учеба и вообще времени на новые видео у меня практически нету, но все равно, ребята, я не буду вас расстраивать и буду пытаться вообще находить новое время, чтобы записать для вас видосики. Поэтому, ребята, берите чай, печеньки, ну а мы поехали! Как мы знаем, во всех играх есть донат, и игра Бокман Гоу не стала исключением, в ней тоже есть очень и очень много доната, но, к сожалению или к счастью, этот донат совершенно бесполезен, и в этом видео я вам постараюсь это доказать. Ну что ж, чтобы нам разобраться, нужен ли донат в Бокман Гоу или же нет, мы начнем с привилегии. Итак, как мы знаем, привилегии в Бокман Гоу есть четыре. VIP, VIP+, MVP и MVP+. И они дают довольно неплохие бонусы. То есть, каждый месяц вам будет начисляться определенное количество золотых Г-кубов, там будут вам давать какие-то крутые вещи на скины и всякое такое. Только прикол в том, что есть пазлы. И если вы их активируете, то вы будете получать те же бонусы, те, что вы будете получать в платной версии этих VIP-ов. Но только проблема в том, что вам вместо золотых Г-кубов будут поступать из синей Г-кубы. Но сейчас, ребята, мы разберем, нужны ли золотые Г-кубы или же нет. И чтобы нам разобраться, нужны ли золотые Г-кубы, мы должны понять, куда их можно потратить. Их можно вложить в клан, чтобы прокачать, разумеется, левел. Также мы можем купить какой-нибудь прикольный скин. И также мы можем вложиться в какую-нибудь мини-игру, чтобы, допустим, там купить какой-нибудь паз в Бэдварсе или же какую-нибудь крутую игровую вещь. Но, ребята, прикол в том, что за те же синие Г-кубы, которые разработчики раздают всем направо и налево, можно купить практически то же самое. Их тоже можно вложить в клан. Их тоже можно потратить на покупку какой-нибудь крутой скина. И есть тоже очень много каких-нибудь ништяков, куда можно их потратить. Но проблема в том, что их не получится потратить на какую-нибудь мини-игру. Но все-таки, ребята, я не вижу смысла очень много донатить в Бокман Гоу, чтобы чисто там прокачать, допустим, свой аккаунт в Бэдварсе. Ну что ж, какие же с этого мы можем сделать выводы? Донат в Бокман Гоу частично бесполезный, а частично нет. И мне бы рекомендовалось бы вам донатить в Бокман Гоу только в каких-нибудь крайних и очень срочных случаях. Когда, допустим, вышла какая-то реально очень секретная акция, которая очень быстро закончится. И вам просто ничего не остается, как задонатить в Бокман Гоу, чтобы ее купить. И также можно задонатить в мини-игру, допустим, в тот же Бэдварс, чтобы купить какой-нибудь новый пас. Поэтому это ваше решение, стоит ли донатить в игру Бокман Гоу или же нет. Так что, ребята, вот такой вот видос получился. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока!